Раздражен ли тем, что ты не со стерлингом будешь драться, либо тебе все равно на него накрывать? Нет, я не раздражен. У меня цель осталась прежняя. В принципе, это пояс. С кем драться, я говорил, мне не важно. Если бы ты решал, для тебя было бы важно получить реваж со стерлингом, чтобы доказать, что это лучше, как болец, либо ты предпочел бы подраться с девушью? Вы же знаете, ремач нужен стерлингу, чтобы доказать, что он что-то может. Мне ремач с ним не интересен, если в эту субботу у меня будет пояс. Стерлинг нужен ремач, чтобы доказать, что он может сделать что-то. И для меня, я не интересен ремач, если я победил этот субботник. Все знаете, что он сбежал, он мог драться, он мог сделать эту операцию до поединков, после поединков. Она у него на протяжении 10 лет. Но именно в этот момент он решил это сделать. Считаешь ли ты, что он специально это сделал, чтобы сбежать боя с тобой? Ну, для меня это не важно, я не хочу об этом думать. О нем вообще не хочу думать. Как долго ты считаешь, UFC должны не лишать его пояса в следующем году? Опять же, это все вопросы к UFC. Мне без разницы, что с ним было делать. У меня бой в субботу за пояс. Сильные и слабые стороны Кори Санхарина? Это Кори Санхарин. Я сейчас не буду говорить о его сильных, слабых сторонах. Но достойный соперник, разносторонний, умеет делать все. Я думаю, что в бою уже более явно смогу показать, в каком аспекте я могу доминировать над ним. Вот ты, когда объявили уже бой со Стерлингом, изначально написал в твиттере, что он узнал, что он сбежит, что он откажется от боя. Когда в итоге это произошло, понимал ли ты, пришлось ли тебе перестраивать свою подготовку? Или, может быть, ты в голове держал и уже изначально, возможно, готовился под Санхарина? Конечно, я когда узнал, что Стерлинг снимется, я предполагал, что всякое может быть вообще в нашем спорте. И, в принципе, я всегда тренируюсь, стараюсь делать все. Не конкретно концентрируюсь на каком-то оппоненте своем, а делаю все, и уже последние какие-то недели мы уносим какие-то корректировки именно под соперника. То, что Стерлинг снялся, снялся так. Петр, вот здесь, слева от вас, справа от нас. Скажите, ваш менеджер, Саят, сказал, что в прошлом бою вы были сам не свой и подошли далеко не в оптимальной форме. Можно сказать, с чем это было связано? Все, что было, то было. Саят вас обманывает. Я вообще не хочу об этом думать, что было, правда. Ну, знаете, сейчас говорить там вообще некрасиво будет. Все четко, я ни в коем случае не расстраиваюсь, я понимаю, что это жизнь, и на этом ничего не заканчивается. Поэтому все неудачи, это только опыт для меня. Пояс, ну ладно, двинемся дальше, заберем другой пояс. Я к тому, что если это какая-то ошибка в системе подготовки, не может ли она сейчас сказаться на этом бою? Система всегда дает сбой, любая. Вот, нормально все, к этому бою все нормально. В прошлом поединке было ли, даже дело не в стерлинге, было ли что-то такое в бою, что вам нужно исправить вот сейчас вот в этой подготовке? Может быть, вы прибавите больше, не знаю, в каких-то тактических хитростях или что-то в этом духе? Я имею в виду, в прошлый бой Саят говорил, что были моменты, над которыми вы сейчас работали. Саят не разбирается, он менеджер. То, что будет в новом бою, конечно, будет все новое, новый соперник, абсолютно другой, ну, стилистически, другая работа. Все будет другое, сто процентов. И это мы поймем и увидим только по ходу, либо после поединка. Спасибо. Один из, наверное, самых, ну, необычных антропометрических бойцов в легшайшем дивизионе. А насколько тебе удобно драться с людьми, которые сильно выше тебя? Ну, давно уже не было такого, наверное, такой разницы вроде. Ярослав, честно, не знаю даже. Не пробовал еще драться с такими высокими ребятами. Я говорю, все, увидим в субботу. Походу... Я знаю одно, что высоким больнее падать. В тренировочном лагере ты с тобой начал работать Шон Кобер. Это тренер по функциональной подготовке. И он рассказывал, что, ну, так скажем, замедлял тебя во время подготовки, потому что ты перебарщивал с нагрузками периодически. А какую вот пользу ты извлек главную из работы с Шоном за это время? Я помню, ты говорил, что ты набрал мышечной массы, еще как-то. Ну, вообще, с Шоном мы тренируемся со второго или с третьего моего поединка, или вообще даже с первого UFC, как начал я драться. Вот. То, что он меня замедляет, это его личные мысли. Но, конечно же, бывает, когда знаешь, там, ты разгоняешься, либо приходишь после другой тренировки более усталый. Мне нравится, что он видит состояние мое, где-то я поднагружен, подперегружен, и немножко меняет план своей работы. В целом, я доволен работать с Шоном. Слышно, да? Приветствую, Петр Вадим Тихомиров, MatchTV.ru. Можно несколько вопросов без упоминания Стерлинга и Санхедина. Вот ты немного закрылся от всех, у тебя было мало интервью. А вообще, сколько человек тебе, например, в день боя может позвонить, поговорить? То есть, там, это, не знаю, жена, первый тренер, кто-то из родственников. Вот сколько звонков ты примешь в день боя, например? В день боя, я думаю, что это мама, это супруга, это мои близкие друзья, с кем я держу связь. В принципе, я стараюсь, ну, минимизировать вообще в день поединка контакт с телефоном, с интернетом. Остались ровно сутки до взвешивания. Мы никогда не видели у тебя тяжелых весогонок. Мог бы ты сказать, сколько, например, ты сейчас весишь, сколько тебе остается убрать? Ну, утром где-то лишнего у меня было килограмм пять с половиной. И я правильно понимаю, что тебе легко дается сделать вес? То есть, у тебя нет такого, что там тебя поднимают, выносят, ты ходишь в солнцезащитных очках, ну, или там, какие-то проблемы со здоровьем появляются? Ну, в данный момент мне в солнцезащитных очках. Ну, а вообще, дай бог, все проходит нормально, но всякое бывает. Я не могу сейчас сказать, что будет, как там. С каждым разом у всех происходит, бывает сложнее, у кого-то легче. Вроде все проходит нормально. И последнее, не было возможности когда-то еще тебе задать этот вопрос. А было бы тебе когда-нибудь интересно поспарринговать с Василием Ломаченко? Он ровно в твоем весе. Просто ты тренируешься с топовыми вольниками. Ну, и вот, интересно, такой вопрос тебе задать. Ну, конечно, с спортивной точки зрения, это огромный опыт для меня, потренироваться с такими боксерами, с такими ребятами. Плюс я давно-давно наблюдаю за командой. И я сам боксировал где-то в году 2011, там, на международном турнире в Казахстане, где вся команда боксировала, и Усик, и Гвоздик, и вся команда. Конечно, было очень интересно потренироваться с ним. Спасибо, удачи тебе. Петь, когда в неделю боя ты представляешь себе сам поединок, бывает такое, что ты визуализируешь, как он должен закончиться? Да, конечно, ведь визуализация, сила мысли, она работает, и нужно обязательно об этом думать. Думать, представлять о золоте, о поясе. Это будет движеть, так скажем, двигать тебя к тренировкам, более, так скажем, отдаваться. Но такой мотивационный момент. Я тоже об этом думаю, представляю, но вам об этом говорить не буду. Понял, спасибо. Петр, в чем ты во время этого лагеря прибавил больше всего? В каком аспекте? Очевидно, что в каждом из них, но это впервые ты провел сборы в Сочи, если не ошибаюсь. Я тренировался в России, не в Сочи, в Краснодарском крае, в Анапе. Шесть недель были там, и уже две недели были в Абу-Даби, в Дубае. В чем добавил? Я думаю, что подготовка строилась так, чтобы быть готовым в каждом аспекте. Я говорю, ну, пойму я это только в поединке, правильно? Ну, реально, что я смогу, какие ключи я смогу подобрать, и что будет работать именно в бою. Не было еще также Джона Хачинсона, тренера по ударной технике? Ну, по ударной технике у меня был тренер Кайратнам Магамбетов, Сомска. Вот. По борьбе был тренер Андрей. Почему не было тренера по боксу? Потому что был тренер по ударке, и, в принципе, решил, чтобы не было между ними, знаешь, вот этого всегда каких-то качель. Каждый свое навязывает что-то свое. Решил просто вот так сделать четко все. В принципе, я доволен то, что эти ребята были со мной. Петр, если можно, мы заняты, потому что ты очень сильно занят во время Fight Week. Но была ли у тебя возможность посмотреть поединок Федора Емеляненко? Если да, то какие эмоции ты испытал? Да, конечно, мы смотрели всей командой, вообще турнир, в принципе, там много ребят наших выступало, не только Федор. Но я очень рад за его победу в 45 лет. Его скоростные показатели, так скажем, впечатлили тебя? Ну, просто он был в хорошей форме и сделал все своевременно, четко. С этим я его и поздравляю. Спасибо. Кори ранее отвечал на мой вопрос, и он сказал, что у него будет преимущество на земле в партере над тобой. Как ты думаешь? На земле, может, у него и будет преимущество, но в партере нет. Я думаю, что он будет преимущество на земле. Продолжение следует...